дорогие друзья мы продолжаем наши уроки фундаментальные законы торы рамбама и здесь говорится о том как еврей должен быть готов отдать свою жизнь чтобы не принять другую религию и мы изучаем пятую главу и пункт 4 5 4 и так если тот о ком сказано нарушит и не погибнет погиб но не нарушил он ответит за свою душу то есть если он отдал свою жизнь в такой ситуации когда тора не требует этого от него то он в ответе за свою душу если тот о ком сказано погибнет но не нарушит погиб но не нарушил он осветил имя имя всевышнего если это произошло в присутствии десяти из израиля то он публично осветил имя всевышнего как даниэль ханания мишаэль азария и как рабе акива его товарищи здесь есть пояснение публично осветить имя это самое возвышенное исполнение заповеди ведь заповедь это является часть частью догмата делать известным имя всевышнего то что касается истории о ханании мишаэль и азария она описана в книге даниэля так вот будучи детьми они вместе с даниэлем были пригнаны в вавилон из иудеи воспитаны при дворе вавилонского царя повзрослев были назначены советниками при царе через некоторое время на выходница возвел золотую стату изображавшую его самого и потребовал чтобы на торжественном открытии представители всех народов под страхом смерти поклонились ей ханания и его друзья отказались за что были брошены в раскаленную печь но в огне возник ангел и оградил их от пламени и они вышли из печи невредимыми на выходницар под впечатлением отлучившегося и сдал указ запрещающий возводить хулу на бога израиля или оказывать ему неуважение так вот и они зовутся погибшими от рук властей и они превыше всякого возвышения они сказано из-за тебя то есть имя всевышнего имеется ввиду убивают нас все время считает нас овцами на заклане рассказано в ты или им 44 23 и они сказано соберите преданных мне и заключивших со мной союз на перу жертвенном тоже в ты или им 55 пункт 5 5 если тот о ком сказано погибнет и не нарушит нарушил и не погиб оскверняет имя если это произошло в присутствии десяти из израиля то он публично осквернил имя имя всевышнего он не выполнил повеливающую заповедь освещать имя его и нарушил запрещающую заповедь не осквернять имя его все же так как он сделал это по принуждению нет за это телесного наказания тем более суд не может приговорить его казни даже за убийство совершенное по принуждению потому что телесному наказанию и казни приговаривают только тех кто совершил преступление по собственной воле в присутствии свидетелей и после предупреждения так вот здесь имеется ввиду что приговорить человека к смертной казни или телесному наказанию возможно лишь при одновременном соблюдении нескольких условий необходимы показания двух взрослых законопослушных свидетелей в частности показания о том что преступник непосредственно перед совершением преступления было сделано предупреждение с точным обозначением нарушения которое он предполагает или может совершить и вида наказания которое за это поднесет и только во всеуслышание отвергнутое преступником предупреждение будет сочтено доказательством тому что он призрел закон и поступает злонамеренно осознавая незаконность своих действий так вот в присутствии свидетелей после предупреждения что учат из сказанного о приносящем детей молиху и обращу я лицо мое на того человека соответствии с иисусной традицией учат из слов того самого человека не по принуждению и не по оплошности не по заблуждению так вот здесь мидраж считает что оборот тот самый человек означает что решение поступки целиком и полностью исходит от того самого человека то есть он совершает проступок в здравом уме и осознанно иначе такое действие нельзя считать присущим этому человеку и пункт пять шесть если совершивший по принуждению самое серьезное преступление идолопоклонство не подвергается отсечению души не говоря уже о казни тем более это касается остальных заповедей торы а ведь и половых преступлениях сказано девицы же не делай ничего речь идет об изнасиловании обрученной девице закон торы предписывает смертную казнь насильнику девице же ничего не делайте сказано кто но если может спастись избежать из подвласти царя супостата и не делает этого то он подобен псу в кавычках возвращающимся на блевотину свою и можно считать что он упорствует в поклонении идолам он лишается дела лишается удела в мире грядущем и попадает в низшие круги ада то есть здесь пояснение такое что по видимости дополнение переписчика обоснованное отрывком того на содержание того же содержания в посланиях о гонениях на этом мы сегодня закончим всех благословений